Привет всем! Сегодня анбоксинг очень необычного устройства. Вот такая любопытная штука представляет собой устройство три в одном. Как показано на картинке, здесь клавиатура и мышка и пульт. Данное устройство выполняет функцию вспомогательного и очень удобно пользоваться лежа на диване. Даже если у вас есть беспроводная мышка и клавиатура, эта штука гораздо компактнее, удобнее и очень-очень функциональное. Устройство упаковано в оригинальной коробке, очень плотная качественная коробочка цветастая, на ней все показано и написано. С обратной стороны указаны технические характеристики и комплектность. Должно работать на расстоянии до 20 метров. На вид, конечно, гораздо все меньше, чем кажется на картинке и в комплектацию входит само устройство, ресивер, батарейка, инструкция и зарядный кабель. Сразу внутри коробочки лежит маленький буклетик, по сути здесь ничего интересного нету. Боку я вижу зарядку, обычный USB mini шнурочек, китайцы такие любят пихать во все подряд. И в пакетике с пупырками само устройство. Вот такое маленькое, достаточно легенькое. Проблем с подключением этого устройства вообще никаких нету, просто ткнули ресивер в USB порт, он определился и погнали. Не нужно абсолютно никаких дроп, сразу все работает, подхватывается. Сзади расположена крышка и под крышкой спрятан ресивер и вот сама батарейка. Как видите, батарейка сзади очень сильно напоминает Nokia, хотя на ней ничего не написано какая-то модель. И на самом деле это и есть Nokia батарейка, так что в принципе с заменой батарейки у вас проблем не будет. Здесь в принципе расположены все клавиши, какие есть на обычной клавиатуре, а вот сверху вот эти оранжевые кнопочки, они эмулируют нажатие клавишей мыши. Они даже щелкают так же как мышка. Слева вверху крестовина с кнопочкой OK, обычно такая на пультах. В принципе эта штука выполняет больше функцию стрелок на клавиатуре, чем пульт. И в правой части здесь расположен тачпад. Протестил я эту штуку на Microsoft Word. Все клавиши и кнопочки нажимаются очень хорошо, нажатия достаточно жесткие. Даже дополнительные кнопочки мультимедиа, там выключить звук, открыть браузер, все это работает. Единственный небольшой недостаток, на мой взгляд, это как работает тачпад. Иногда он себя ведет не так, как бы мне этого хотелось, но вот спозиционировать курсор не всегда бывает просто. В принципе на нем, наверное даже можно играть в игры, если приловчиться. В целом я бы сказал, что по качеству и функциональности это устройство своих денег стоит. Всем спасибо за внимание, впереди вас ждет еще очень много анбоксингов и не забудьте подписаться на канал.